13.06 в Кирове. Начинается программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько. И свое особое мнение сегодня высказывает директор аудиторской консультационной компании «Бизнес-инфорум» Азиз Агаев. Азиз Алиевич, добрый день. Здравствуйте. С хорошим днём всех. Депутат Женихов. Это представитель регионального отделения Коммунистической партии Российской Федерации. Один из уважаемых депутатов. Я его очень уважаю. Разумный. Вышел с предложением, разумность которого я попрошу вас оценить. С предложением внести в законодательство следующие поправки. Чтобы официальные лица, чиновники и политики не имели права в официальных же речах, документах использовать иное название нашего города, кроме Кирова. Кроме Кирова. Как вы оцените разумность этого предложения? Ну, обратите внимание, что он попросил в официальных речах и документах называть Кирова, потому что официально наш город называется Кира сегодня. Я не очень хочу в подоплёку всего этого залезать, потому что тут можно говорить, что приехал приезжий губернатор, вдруг начал учить местных, как у него город должен называться, настаивать. Местные с удовольствием сами об этом говорят, в том числе и мэр города свою позицию тоже выражен. Мэр города тоже почти что не местный такой же, как я. Я думаю, что местные должны, так сказать, и вообще до тех пор, пока нету консенсуса по этому вопросу, всё должно оставаться как есть. Должен быть консенсус по изменению, потому что изменения – это изменения привычной ситуации. То есть любые изменения влекут какие-то последствия. Даже то, что там улицы поменяли и говорили, что никаких последствий не будет, для нашей фирмы были определённые последствия. Мы вынуждены были платить какие-то средства, срочно менять адрес, потому что у нас там в регистрационных документах связано с деятельностью. Мы сейчас про переименование пока ничего не говорим. Господин Женихов возбудился на наших чиновников по поводу... А я говорю про переименование, Светлана, знаете почему? Потому что ведь эти все разговоры по поводу вятки, они же по поводу чего-то типа мы сейчас вот в мозг накапаем людям, что это всё-таки вятка, 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 и может быть там и так далее, и так далее. Я говорил и ещё раз говорю, что если официально... Я согласен с Жениховым. Официально Киров, ну и нечего официальным лицам, значит, употреблять вятка в своих официальных речах. Давайте представим себе ситуацию. Едет чиновник какой-нибудь вместе с делегацией от вятской торгово-промышленной, Кировской области. Заметьте, заметьте, вятка торгово-промышленная палата Кировской области. Полное название. А вы что? Да. Обратите внимание. А зачем она вятская? Это название. То есть принадлежность какой области, это в конце. А вначале это только название организации. А принадлежность чему обозначает название вятская торгово-промышленная палата? Это просто Вятская торговая промышленная палата, просто название. Это не просто, Вятский это тоже слово, которое определяет принадлежность той или иной компании. Давайте мы посмотрим конкретно к Вятской торговой промышленной палате, а не филологическим изысканиям. Хорошо, а что будет у нас с Вятским государственным университетом? В таком случае его следует переименовать в Кировский, раз он государственный. Он не был Кировским, если в угоду кому-то кто-то назвал, так сказать, Вятским. Но вот сейчас, если господин Женихов, представим себя, добьется своего... Будет молодец. Будет молодец, и что будет, например, с Вятским государственным университетом? А тем, кто инициировал такие вещи, надо будет по башке надавать. Переименовывать обратно в Кировский? Да. Вы серьезно сейчас, Азиз Алиевич? Абсолютно. А когда переименовывали Кировский и Вятский, а зачем это делать? А вы считаете, что у господина Женихова такая идея в 2016 году, не накануне выборов возникла, что ли? Конечно, в том числе и... И не в угоду собственного интереса он это делает? В том числе и... Ну тогда чем же он лучше, чем те, которые говорят вятский? Постановка вопроса не очень корректная. Как это не корректно? Потому что я не оцениваю лучшесть или худшесть. Я считаю, что если официальный чиновник работает в Кировской области и в городе Кирове, то в его документах и речах должно звучать связанное с официальными... Я уверена, что в официальных документах везде написано Киров и Кировской области. Явно не написано Вятка. И Вятка употребляется сейчас... Если глава города выступает на официальной церемонии какой-либо... Он вряд ли говорит в городе Вятке, Явка... Если они в частной вечеринке, то он должен говорить, что вот там наша вятка там и так далее, и так далее. Вам не кажется, что вот сейчас это обсуждение, вот это предложение, весь сурбор вообще не стоит выеденного яйца и в том числе там обсуждаться не должен, именно потому что это игра... Мне давно кажется, но Женихов делает одну вещь. Вы знаете, в свое время Мао сказал, что полку выпрямить, ее надо перегнуть. Да, только Мао... Мао Цитун. Цитун. Да. И вот, значит, некоторые люди, типа демократы, ничего демократического не нашли, кроме того, чтобы переименовывать, а он коммунист, он не говорил, что он демократ, он коммунист. И как вместо того, чтобы делом заниматься, постоянно будирует там вятка, вятка, вятка. Давайте делом заниматься. И Женихов занимался делом. Давайте улучшим жизнь, значит, в Киргской области, а потом называйте хоть чем хотите, есть ли население к этому готово. Кому это мешает вообще по улучшению жизни, то, что... улучшать жизнь, то, что употребляется слово вятка, и врача, в том числе... Объясню. Вместо того, чтобы заниматься правильным управлением, люди отвлекают население от насущных задач. Те, кто должны заниматься прямым делом. И вот у нас депутат Женихов поставил этих людей на свои методы. Ну, я думаю, что это его способ постановки на место. Понятно, хорошо. Еще одна тема, которая тоже перешла к нам в сегодняшнюю программу из вчерашнего дневного разворота, это вопрос по установлению уголовного наказания как превентивной мере в распространении наркомании, так скажем. Значит, кировские активисты из ЗАГСобрания, рабочая группа, предложила внести поправки в Уголовный кодекс, и эти предложения направили в Госдуму. Эти поправки предполагают уголовное наказание за неоднократное употребление наркотиков в течение полугода. Как мы выяснили вчера, это значит, что если тебя второй раз с пакетиком с пальцев, например, застали, то теперь тебе будет на всю жизнь поставлен штаб, что ты уголовник. При этом практически не изменяются, на мой взгляд, какие-то другие меры. Это штраф не 15, а 20 тысяч уже, и не 120, по-моему, часов работ, а побольше в 2,5 раза. Но самое важное, что теперь это не административная ответственность, а уголовное наказание. Следовательно, потом будет это рецидив, и часть уголовной статьи будет поменяться на более тяжелую, и так далее, если это будет в следующий раз еще. Ну, понятно, и вопрос. Кстати, об этом мы вчера не говорили. То есть считают представители рабочей группы, вот эти инициаторы этих изменений, что именно такая мера будет являться серьезной добавкой в профилактику распространения наркономии. Ну, я не считаю... Который будет знать о том, что вот теперь он будет называться уголовником, когда ему второй раз суют пакетик спайса, он теперь только об этом будет думать. И не возьмет его. Дело в том, что вся система законодательства такая, что профилактикой практически никто заниматься не хочет. Поэтому сама суть этого предложения, хоть там может быть и обоснована профилактикой, но практически профилактикой не является. То есть профилактика это совсем другие вещи. Много раз мы и в этой студии говорили, что почему люди обращаются к средствам, которые отвлекают их от действительности. Короче, есть поговорка. Собака бывает кусачей только от жизни собачьей. Это один момент. Второй момент. Значит, мы этих людей должны разделить на две части или на три части, а может быть и на большую часть, но я так сказать условно сейчас. То есть есть люди, которые занимаются этим как бизнесом. Эти люди должны понести самое суровое наказание. Самое суровое, потому что они свои деньги ставят выше жизни других людей. Это однозначно. Есть люди, которые заболели уже этим. Извините, какой бы срок вы им не устанавливали, то этот, я не знаю, я, слава Богу, меня, так сказать, Бог хранил от этой ситуации. Я не знаю, способен человек, который уже привык к употреблению наркотиков, способен он размышлять, когда наступает время получения очередной дозы. Но, как я читаю и понимаю, что нет, он не способен ни думать, ни разумно оценивать правильность своих действий. И вот в этой ситуации правильно в отношении него применять более строгое наказание, потому что он не понимает, что он делает. И третья ситуация, когда люди оказываются совершенно случайно втянутыми в эту ситуацию. То есть это совершенно другие методы работы. Понимаете, я уже сколько раз и встречался с ситуацией, много раз говорил, что профилактика, профилактика, еще раз профилактика. Мы говорили с вами, когда рассматривали нарушение миграционного законодательства, что проще позвонить человеку и сказать, у тебя срок кончается через две недели, подойди, давай сделаем документы, чем после того, как срок окончился, и он уже фактически оказался нарушителем, и привлекать его к ответственности, и всю государственную машину включать на то, чтобы получить с него 2000 рублей, и потом там этого, например, человека депортировать, невзирая ни на какие там ситуации. И точно такая же ситуация возникает по всем отраслям права. Вот то, с чем я сталкиваюсь, по всем, то есть профилактикой и попыткой сделать так, чтобы законодательство не нарушалось, предвидеть эту ситуацию не занимается практически никто. Все только занимаются констатацией, фиксацией и привлечением к ответственности. Ну, а депутаты, значит, у нас теперь уже все соревнуются на всех уровнях. Чем жестче наказание, тем лучше. Деньги никто не направляет на то, чтобы заниматься профилактикой тех или иных правонарушений. Вот это... Ну, как не направляют? Направляют. Просто как эта профилактика выглядит? Если она выглядит, например, если мы говорим о той же наркомании, вы баннеры-то видели в нашем городе, их достаточно много. Только их разглядеть очень сложно, что они несут там. Ну, если вы постановку галочек называете профилактикой, ну, я тогда соглашусь с вами. Но я не соглашусь с вами по сути. То есть не нужно заниматься профилактикой ради галочек. Не нужно этим заниматься, понимаете? А есть масса других способов. Не вывеска каких-то. Баннер мне нужен для чего? Чтоб я знал телефон. В случае чего, если я заметил, да, я пошёл и, значит, сообщил, куда надо, что я видел там-то, там-то, там-то. То есть это до меня должно дойти. А всё остальное я через баннер, извините, если я мимо прохожу или еду, ну, не знаю, сколько секунд фиксируется мой взгляд на том или ином баннере, если у меня нет заинтересованности. Так пусть хоть развешивают, я пешком хожу, там, концертами того-то, другого. Если я сегодня не ищу концертов и не заинтересован, я не смотрю даже на эти объявления. Ужесточение законодательства вот в таком стиле увеличения штрафов, изменения административно на уголовное. Неэффективно. А что было бы эффективно действительно? Неэффективно. Эффективно было бы всё-таки системный подход. Вы опять сейчас спросите, что вы имеете в виду под системным подходом, тогда нам передачи не хватит. То есть это конкретная целевая аудитория. Мы должны посмотреть, кто наиболее подвержен риску, как предотвратить, какими каналами поступает, как эти каналы перекрыть, как вовремя не дать встретиться. Важность-то что? Сделать так, чтобы тот, кто подвержен риску, не встретился с наркотиком. Ну вот давайте над этим думать. А не то, что после того, как он встретился, ах ты такой сякой, и пошло-поехали. Это неправильный подход. Понятно. А это особое мнение, и своё особое мнение сегодня высказывает Азия Сагаев. Давайте поговорим о городских проблемах, о проблемах городской среды, в частности, инфраструктуры и архитектуры. На прошлой неделе, в среду, у нас была программа «Разворот на бизнес», которая этим вопросам была посвящена. В частности, здесь, в этой студии, было два архитектора, Аркадий Николаев и архитектор Александр Шклёда. Всем нашим гостям мы представили результаты опроса среди наших слушателей, в которых мы спрашивали, как вы оцениваете, собственно, архитектуру и инфраструктуру города по пятибалльной системе. В результате слушатели оценили её на три, максимальное количество ответов, 50%, было на три, остальные меньше, два и один. Никто не оценил на пять, но поставили где-то на три-четыре процента. Мы спросили архитекторов, почему критикуют практически, получается, наши жители, архитектуру, инфраструктуру города. Господин Шклёда так прокомментировал эту критику, потому что жизнь двигается немножко быстрее, чем мы. Мы имеется в виду застройщики, инвесторы, чиновники, которые управляют нами, наши законодатели, которые местные федеральные законы разрабатывают. Это всё отстаёт от жизни, и в результате отставания получается недоразвитая инфраструктура. Вы согласны с таким комментарием? И как вы лично оцениваете облик нашего города сейчас? Ну, я как бы комментировать его высказывание, ну, так он думает. Но я считаю, что, смотрите, отставание может происходить, то есть такой вот подход давайте применимся, отставание может происходить только тогда, когда мы в качестве критериев избираем нечто проходящее. Ну вот сегодня это ценно, завтра нет. То есть сегодня, например, фасад там, условно говоря, такой, завтра он уже, материалы изменились, он должен быть другой. Вот в этом может быть отставание. Может ли быть отставание в инфраструктуре? Не может. Почему? Потому что инфраструктура – это окружающая среда, это то, что нас окружает. То есть если ты, как человек, хочешь выходить из дома, и ты не подумал, прежде чем что-то сделать, не подумал, что ты хочешь видеть перед глазами, то какое тут отставание? Ну, что ты 10 лет назад не подумал, что ты сегодня не думаешь над этим, что ты через 20 лет тоже не будешь думать. Я знаю, какое отставание. Отставание в мозгах, скажем. И я хочу сказать, что отставание в мозгах вот этих же архитекторов, этих же чиновников и градостроителей, но еще плюс к этому жадность застройщиков, которые хотят выжить из того участка, который у них есть, максимум денег. Понимаете? То есть отставание именно в этом, а не в том, что мы там отстаем от чего-то, от чего-то. Мы отстаем от чего? От того, что ты сегодня выполняешь свою работу и не думаешь, как твоя работа, которую ты выполняешь, за которую ты хочешь получить, немаленькие деньги. Как твоя работа в последующем скажется на тех, кто будет здесь жить. Да. Скажите, Азиз Алиевич, как вы оцениваете, на какую оценку... Я оценил вас на сайте на... Ты голосовал? На два. На два. Что конкретно вас не устраивает? Меня не устраивает, что трудно проехать по городу, трудно добраться на работу, трудно выбраться с работы. Меня не устраивает, что во многих местах сложно на 10 минут где-то приземлиться и отдохнуть на вытянутой руке. Я вышел с работы... Доступность скверов, например, и парков. Доступность красивых скверов и парков. Да, не просто там, например, если вы пойдете по Московской и там за улицей Володарского, направо, типа, есть какой-то типа сквер. Но вы же там не сядете отдыхать. Понимаете? То есть типа сквер, а нужно сделать... При этом это центр города. При этом это центр города. При этом, то есть, не тянет там сесть, понимаете? А должно тянуть. Понимаете? Я понимаю. Я помню прекрасное селебрское посещение Воронежа, где в центре города, как вы говорите, в шаговой доступности множество уголков зеленых с красивыми скамейками, с культурами, где хочется присесть. Да, где можно присесть и просто на минутку. Или даже покружить по этому скверу там несколько кругов, просто там оглядываясь. Понимаете? То есть, поэтому я не согласен с такой постановкой архитектора. Как человек не согласен. Мне кажется, он просто, может, не позволил себе сказать напрямую, что он думает по этому поводу. Назвал это словом отставание. Ну, вот это отставание, и вы правильно сформулировали, именно это я и хотел сказать, отставание в мозгах. То есть отставание в том, что мы не думаем о том, как это будет воспринято. Если художник Индальцев, когда пишет, говорит, я знаю, я хочу, чтобы через, после того, как меня не будет, я уйду в мир иной, чтобы вот эти картины продолжали радовать людей еще века. То есть вот этого у сегодняшних архитекторов нет. Ну, не архитекторов, наверное, а архитекторов... Архитекторов, застройщиков, чиновников, управляющих развитием города и так далее. Азин Салевич, архитектор, это как раз вчера представили на большой конференции проекты городские, строительные, очень серьезные, там просто фантастические, на самом деле, проекты, которые существуют, и свежие совсем, и те, которые существуют уже 10 и даже 20 лет, нереализованные. И архитекторы-то как раз жаловались на то, что они могут что угодно... Разработать, а вот реализация их... Они не должны жаловаться, это сообщество. Часть этого сообщества, и, может быть, эти же люди, заседают в градостроительном совете. Нет, к сожалению. Нет, к сожалению, их не слушают так. Значит, надо выгнать их из градостроительного совета. Бедные архитеты за что? Они разрабатывают как положено. А чиновники, которые разрешают строителям на 10% исполнять проект, и походу еще меняют свои разрешения. Они должны организоваться, и эти способы воздействия на этого несчастного главного архитектора. На Ирину Рубцову вы имеете? Ну, Ирину Рубцову. Кто до нее не делал, кто будет после нее, и тоже не будет делать. Понимаете? Архитекторы должны организоваться. А люди, которые двойки ставят нашему городу, не должны организоваться? Смотрите, обычно мое суждение, как не специалиста, считают не очень компетентным. Ты, типа, не понимаешь там... Если ваше суждение как гражданина и горожанина считают некомпетентным, почему вы считаете, что будут с архитекторами? Потому что это специалисты в области пространственного развития. Понимаете? А если вот их не слушать, что мы можем сказать о чиновниках и строителях? Мы можем сказать не о чиновниках. Чиновники, они действуют в тех условиях, в которых они находятся. Они неправы. В каких действиях условиях? Мы должны сказать о депутатах. Вот эти люди являются нашими представителями, которые непосредственно могут воздействовать на этих чиновников. Мы должны сказать, что они в данном случае, вот с моей точки зрения, они бездельники. Можно сказать, что глава этих депутатов, мэр города Владимир Васильевич Быков, который... Глава бездельников? Ну да, судя по Вашим словам. Ну, я, вот мое личное мнение, да. Вот в этом смысле, да, с точки зрения пространства на развитии, да. Да. Да, глава бездельников. Это Азия Сагайф со своим особым мнением в нашей программе. У нас есть три минуты до перерыва, и вас еще не спрашивали. Всех уже потерзали на этот счет. Это по поводу гимна города Кирова, который уже избран. Я включать аудиозапись не буду, наши слушатели хорошо с ней знакомы. Кировчане с ним определились. Только напомню, что 1200... Кировчан всего на сайте проголосовало, выбрали из трех результатов один, 1200 в полумиллионном городе. И сам, кстати говоря, автор Прохор Протасов, произведение которого выбрали, сказал бы, что... А он два представил. Сказал бы, что он проголосовал бы за другой, но сейчас вот будут его обрабатывать. Во-первых, слушали ли вы этот гимн, во-вторых, как вы относитесь к самому выбору, и в-третьих, время ли выбирать гимн города. Ну, честно говоря, никак не отношусь, никаких эмоций не вызывает, потому что, ну что, ну давайте проводим какое-то официальное мероприятие. Значит, если, да, то мы должны сначала выслушать гимн России на открытии мероприятия, потом гимн области, потом должны выслушать гимн города. А если ещё это мероприятие какой-то компании, то гимн этой компании. Итак, полчаса мы стоим и слушаем гимн за гимном, при этом мы должны все по возможности петь. Вот. Я, честно говоря, вот эту вот гимноманию не очень понимаю, потому что я готов и пою там про гимн страны. Да, мне нравится, он меня трогает иногда, когда размышляешь и думаешь, и особенно когда присутствуешь на каких-то соревнованиях, где наши там победили, или когда какие-то трогательные праздники и так далее, да, то это действительно реально трогает и какие-то эмоции возбуждает. Ну, я не знаю. Если они считают, что этот гимн может возбудить у людей любовь к малой родине, ну, тогда надо очень серьёзно работать с этим гимном, чтобы оно что-то возбуждало. Потому что я люблю музыку, люблю петь и играть, и, ну, извините, вот эти вот, ну, с моей точки зрения, не очень доделанные, значит, произведения, это не может быть гимном города. И вообще не нужен гимн городу. Не нужен. Вот эти все регалии, значит, ну, я не знаю. Вот нам нужен герб, вот нам нужен гимн, вот нам нужен флаг, вот он будет висеть. Что они делают? Что любовь к малой родине возбуждают? Ну, извините, любовь к малой родине даже ко всей стране возбуждают совсем другие вещи. Это приятные воспоминания детства, это друзья, это родители, это твоё успешное начало, твой успешный бизнес, успешная учёба, учителя и многое другое, но никак не гимн. То есть, если я буду слушать этот гимн и буду вспоминать наших депутатов, то у меня, ну, немного позитивных. А вот бы как хорошо было, если бы наши композиторы и музыканты писали просто песни про город Киров, и вдруг, заново, люди поняли, что какую-то одну песню все любят петь. Да, все бы пели, и вот он был. А не сделать ли? Я об этом же подумал, когда слушал вот эти вот варианты, честное слово, потому что, ну, невозможно даже до конца было, ну, с трудом до конца дослушиваешь, как бы вот вот эти три произведения, ну, вот с трудом. То есть, я не знаю, проще было бы рэп? О, под этими словами. Погодите, впереди еще оранжировка. Да, 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 проще было бы рэп, чем вот эту музыку. Это особое мнение Азизы Агаева. Мы сейчас прервемся на короткую рекламу, через две минуты вернемся. Да, действительно, продолжается программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько. И свое особое мнение сегодня высказывает директор аудиторской консультационной компании «Бизнес-информа» Азиз Агаев. К экономике немного, но и к карманам, личным карманам наших граждан. Несколько программ у нас было посвящено ипотечному буму, который наблюдается в последнем квартале 2014 года, 2015 года и в январе прошедшем этого года. Что произошло? Значит, и девелоперы, и риэлторы, и банкиры рапортуют о том, что аномальный январь в 2016 году по выдаче ипотечных кредитов связан с тем, что заканчивается 1 марта, практически 29 февраля, программа льготной ипотеки, государственная программа, и люди, которые, глядя на то, как падает курс рубля, и у которых высвободились некоторые средства, а здесь нам риэлторы говорили, что даже 150 тысяч свободных находятся, они используют льготную ипотеку и берут в инвестиционных целях квартиры. Это нормальная ситуация в кризисе, Ази Саилович? – Ну, во-первых, с самого начала я бы это не назвал бумом, то есть это некое, то есть по цифрам это некоторое оживление. – Подождите, нет. По сравнению с январем прошлого года, когда мы почти удвоили выдачу потребительских… по сравнению с январем прошлого года, мы почти удвоили, удвоили, то есть в разы выдачу потребительских кредитов, хотя обычно в январе идет двукратное сокращение активности клиентов, это говорит Михаил Задорнов, глава банка ВТБ, в частности, комментируя ипотечные кредиты. – Хорошо бы Задорнов сравнивал не с январем прошлого года, когда мы уже находились в кризисе, а сравнивал бы год, еще год назад или может быть еще два назад, то есть это другая ситуация, то есть, ну хорошо, если относительно прошлого года, ну, наверное, это можно каким-то бумом назвать. – Сравнивают с декабрем, январь всегда провальный месяц, в декабре повышение выдачи кредитов, в январе всегда падение не только Задорнов, здесь у нас был представитель по телефону Сбербанка нашего отделения, здесь были представители риэлторов, все это подчеркивают. – Ну, они сказали, что некоторые, они ведь не говорили в разы, они говорят, что некоторое оживление происходит. – Ну, окей. – Окей, то есть я бы все-таки осерегался бы слово «бум». – Это не «бум». – Это не «бум», да. Но, тем не менее. Хорошо, правильно ли так поступать в кризис, вкладывать деньги, значит, в инвестиционных целях недвижимости? – Используя ипотечные кредитования и первоначальный взнос 150-200 тысяч. – Я бы не стал. Я бы не стал. Есть другие инструменты в инвестиционных целях. – Почему люди это делают? – Почему люди это делают? Ну, потому что многие видели доллар как инвестиционный инструмент или валюту. – А сейчас не видно, что ли? – А сейчас оно сильно подорожало и непонятно, куда дальше двинется. То есть будет расти или будет падать. Поэтому люди… А прогнозы совершенно противоречивы. То есть одни говорят, что еще будет там рублей на 10-20, а другие говорят, что рублей на 30 упадет. То есть причем что зарубежные источники, что внутрироссийские источники. Поэтому… И вообще сегодня доллар дорогой. Поэтому люди это останавливают. других источников, как правило, ну, с учетом небольшой, скажем, грамотности таких вот инвесторов рядовых, они, ну, не знаю, ну, других инструментов инвестирования. – Да, инвестирования. – А недвижимость, она вроде как, типа как скала, вот как она была. Значит, недвижимость там хорошим инвестиционным инструментом, так она вроде типа и остается. Но не знаю, достигнут ли они цели. Потому что есть люди, которые в инвестиционных целях вкладывали и сегодня с трудом избавляются или даже иногда не могут избавиться. Даже с учетом, без учета инфляции вернуть бы прежние деньги. То есть есть такие ситуации. Но какое-то оживление, я знаю, что какое-то оживление на рынке квартир появилось. Связано это с льготной ипотекой? Да, конечно, связано. – Но все-таки вопрос мой следующий был такой. В чьи ворота играет эта льготная ипотека? Это действительно помощь потребителю в покупке квартиры или это больше в помощь строительным компаниям, которые нужно поддержать, чтобы они с рынка там не ушли? – Я думаю, что это и помощь строительным компаниям, и помощь банкам, значит, прежде всего я бы сказал. – А помощь ли это людям? – Помощь ли это людям, наверное, просто так вот оценивать совсем позитивно я бы не стал. Потому что, еще раз говорю, единственная помощь заключается в том, что некоторые строительные компании в этой ситуации, с учетом льготной ипотеки, они стали снижать стоимость на жилье, чтобы вот этот процент ипотечный был доступен покупателю. – Что, в общем, тоже хорошо получалось. – Что тоже хорошо, да. А вот с этой точки зрения, тем, кто реально нуждается в жилье, это определенная помощь, да. – А стоит ли продлить, как Вы считаете, льготную ипотеку после первого марта? – Думаю, что да. – Имеет смысл? – Да. – Еще один вопрос. В МИДе озвучат вопрос разрыва мирного договора России с Турцией. Мы уже выходим с уровня региона и даже страны на международные отношения. Накануне, позавчера Валерий Рашкин и Сергей Обухов направили президенту и министру иностранных дел предложение денонсировать московский договор о дружбе, подписанный еще в 1921 году правительством РСФСР и правительством Великого народного собрания Турции. Это предложение вызвано агрессивной линией поведения в Турции, рассказал их у Москвы депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов. Как Вы оцениваете такое вот предложение? В МИДе, безусловно, это в порядке процедур. – Как еще одно доказательство, что Государственную Думу надо распустить и оставить только президента и министерства, как правительство и президента. Государственная Дума как таковая стране не нужна, потому что она вот состоит вот из таких людей, которые не совсем компетентны, недостаточно понимают тельные процессы, не знают, как поступать в тех иных, которые с целью пиара совершают определенные совершенно необдуманные и порой, мне кажется, дурацкие действия. – Все, больше слов по этому кого-то нет. Любите ли Вы автомобили, Ози Савич? – Автомобили? Нет, не люблю. Я на автомобилях езжу, но люблю людей. Люблю семью, жену, детей, друзей, близких. – То есть автомобиль не является Вашей страстью? Но считаете ли Вы наличие тех или иных автомобилей на рынке нашей страны каким-то показателем благополучия граждан этой страны? – Ну, частично так, да. – В московском международном автосалоне, который откроется в Крокус Экспо в августе 2016 года, не будет представлено большинство ведущих автомобильных брендов. Как стало известно порталу «Автоньюз.ру», крупнейшее мотор-шоу России пропустят «Тойота», «Лексус», «Вальцваген», «Шкода», «БМВ», «Ауди», «Хонда», «Вольво». не подтвердили, но не отказались еще, «Форд», «Черри», «Феррари», «Мазерати», «Кей», «Порше» или «Порше», «Саньон», «Субару» и практически… А, кстати, российская компания «ГАЗ» тоже еще ничего не сказала по этому поводу. Вас это как-то беспокоит? – Нет, не беспокоит. Это определенное поведение бизнесмена в компании. С учетом того, что наш рынок упал и в какой-то мере встал, с учетом того, что многие марки перестали покупаться, наверное, эти люди оценили. Стоит в этой ситуации, когда денег у русских людей нет, значит, заниматься рекламой на этом рынке. – Вы оцениваете их отказ как показатель уровня экономического развития и благополучия граждан страны? – Как уровень благополучия граждан нашей страны, да. – А когда они вернутся, это будет хороший сигнал? – Это будет сигналом, что уровень благополучия поднимается. – Но не может не радовать, что на этом же «Моторшоу» российский производитель «АвтоВАЗ» будет представлен с самой широкой линейкой модельной. И даже несколько сюрпризов подготовит. – Очень радует. – За «АвтоВАЗ». – Да. – Очень радуется «АвтоВАЗ». И последний вопрос, который хотелось бы с вами обсудить в программе «Особое мнение» здесь, на волне нашей радиостанции – это состояние дворов и крыш зимой 2015-2016. – Снова возвращаемся к этому вопросу. – Очень коротко. Февраль подходит к своему завершению, и власти рапортуют о том, что в этом году было больше заседаний, выходов в поля. Больше, кстати говоря, это я могу точно сказать, в СМИ было информации о том, кто куда пошел, и как они чистят, и с призывами сообщать и помогать российский дворов. – Как вы оцениваете работу нашей администрации и наших служб ответственных этой зимой по уборке снега? – Стало лучше. – Как это выражается? – Ну, менее опасно ходить. – Ну, как минимум мы не увидели, слава богу, смертельных случаев в этом году. Я реально смотрю, как бы, я так-то езжу, но когда по центру я больше хожу, это проще и полезнее. Вот. И я реально вижу, что убираются, кидают, меньше глупь висит там, и все такое реально видно. В какой-то степени лучше стало на тротуарах. В какой-то степени. Ну, то есть, улучшения видны. Но, другой вопрос, достаточны они или нет? То есть, пока нет. – А чего не хватает? Что, как сказать, пожелать? – Опять, я считаю, что не хватает настойчивой системной работы. То есть, есть вот Авраловщина некая, да, вот так как, значит, бьет же это по рынаме некоторых людей, которые считают себя, там, авторитетными, там, и так далее. Не знаем, кто это, да, и, ну, тем не менее, пока еще люди не привыкли, что этим надо заниматься постоянно системой. То есть, каждый день надо, вот, может быть, не с лопатой чиновникам, условно говоря, выходить, да, а, может быть, им надо, значит, на работу пешком ходить, каждому, и по ходу смотреть. Дом номер такой-то сразу отметили, дом номер такой-то. – Кстати говоря, господин Перескоков ходит пешком и отмечает, честно. Ну, вот Владимир Васильевич Быков на машине ездит. – Ну, очень хорошо. Спасибо, что Перескоков ездит, значит, и отмечает, но я думаю, что кроме Перескокова все, наверное, замы точно также должны поступать, все начальники отделов там и так далее. И чтобы у мэрии машины сотрудников мэрии не стояли. – Никогда. – Никогда. Там должны стоять машины посетителей, а сотрудники мэрии должны с работы и на работу идти пешком, при этом держать в кармане блокнот и отмечать, что они увидели на тротуаре, на крыше, сквере и еще где-то. И эту информацию, значит, какой-то оперативный центр в городской администрации сливать. – Вот это очень интересная идея. Если бы всех сотрудников мэрии и, кстати говоря, Думы обязать, пусть на зимний период, пусть с ним с летом, но ходить пешком исключительно, ездить на общественном транспорте, ситуация, возможно… – Она точно будет лучше, поверьте. – Спасибо, Азия Сагаев. Это его особое мнение в нашей программе. Я, Светлана Занько, прощаюсь с вами. – До свидания. – До свидания. – Продолжение следует. – Спасибо.